Все. Запись погнала. Клево, что у меня классная такая же футболка, как у Линочки. Даже не знаю, то ли Линочка костит под меня, то ли я под Линочку. Макс, я тоже очень хотел бы вести этот вебинар голым, но есть некоторый фрейм, я должен его соблюдать. Когда-нибудь, когда-нибудь, когда ваши мамы тоже будут массово приходить на вебинары, я разделю предложения, у меня будут вебинары для школьников и вебинары для их мам. Но для этого мне нужно немножко подкачаться, как вы понимаете. Так что все впереди, но не сейчас. Итак, друзья, давайте не будем тянуть котов за всякие штуки. Рассказываю. В этом году ЕГЭ показала свой репрессивный оскал. Это не громкие слова, это не запугивание. Что нужно знать? В этом году мы очень явно увидели, как благодаря оценкам экспертов в заданиях второй части школьникам откручивают, откручивают в смысле отнимают у школьников до 7 баллов в сочинении. Это ситуация в этом году, то есть представьте, вы написали сочинение, но не набрали по первым четырем критериям баллы, допустим, нужные, да, то все, что вы не написали потом в следующей части вашего сочинения, уже в зачет вам не идет. Это значит, что очень многие ребята, которым особенно, то есть мы теряем баллы, в первую очередь, на ролях личности. Ребята, которые в этом году написали роли личности, которые не понравились экспертам, причем катастрофа этой ситуации была в том, что две одинаковых работы с одинаковыми ролями личности, одна оценена на 12 баллов, а вторая на 5, понимаете? Так вот, трагедия в том, что сейчас эта репрессивность внутри ЕГЭ сохраняется, и в новой демоверсии, которую выложили, очень много было надежд у исторического сообщества на то, что ее поменяют с точки зрения именно вот этих критериев проверки, потому что вот эта ситуация репрессивности, это значит, что тебе могут срезать баллы, и ты никогда не сможешь доказать, что они сделали это неправильно, при том, что ты будешь смотреть на свою работу, и человек с такой же работой получит 12 баллов, а ты получишь 5, то есть 7 первичных баллов, это будет та разница, та пропасть, которая отделит тебя от бюджета. Почему получается одинаковые работы? Потому что на многих курсах есть либо дополнительные для продаж спецкурсы, либо они уже включены, спецкурс по сочинению, где, основываясь на критериях, ребята пишут одинаковые сочинения, и дальше с этими сочинениями уходит писать ЕГЭ. И они показывают это экспертам, но поскольку разные территориальные комиссии, то есть кто-то пишет в Питере, а кто-то пишет, например, в Иваново, а кто-то в Чепецке, а кто-то там, не знаю, в Уссурийске, то эксперты, нет, мы только начали, Семен, то эксперты проверяют по-своему, и ты потом никак не докажешь, что это роль личности. Более того, тебе еще заставят себя чувствовать, что ты реально ишак, потому что ты будешь им говорить, ну вот же, это конкретные действия человека, которые он совершил. Я буду говорить, ну этого недостаточно, вы же понимаете. И ты будешь говорить, нет, не понимаю, я написал по критериям. А эксперты комиссии будут делать такое лицо, типа, время вышло, до свидания. Вот, поэтому очень много было надежд, потому что после этой истории в этом году, когда у многих репетиторов, включая, кстати, Кацву, который автор учебников, да, накопились очень большие вопросы. Санька спрашивает в чате, интересно, есть ли какие-то курсы для проверки. Санька, смотри, вся трагедия в том, что есть абсолютно открытые материалы для региональных комиссий, по которым учатся эксперты, которые можно самостоятельно изучить. Так вот, прикол в том, что все школы, ну, кто этим нормально занимается, онлайн-школы, да, по идее делают это. Они изучают все критерии и пишут под эти критерии. Проблема в том, что потом, когда дети пишут сочинения, они опираются на, ну, буквально безобразную проверку экспертов на самом экзамене. Так вот, смотрите, подвожу, в чем проблема, да, почему мы так ее ждали, и почему то, что мы получили, нам не нравится. Разгорелся большой диспут в историческом сообществе о том, что надо полностью менять эти критерии, потому что они создают почву для инсинуаций. Они создают почву для того, чтобы местные региональные эксперты могли проверять, ну, не в пользу ученика, по разным причинам. От собственного незнания, от еще каких-то проблем, но тем не менее. И была большая надежда, что это будет пересмотрено. Проект демоверсии, который представлен на сайте FIPI, вот что было выложено, к сожалению, не, ну, как бы не учел эти пожелания, не учел эти вопросы, и там возникло аж два проекта, да, один посвящен событиям, второй личностям, но на самом деле шило на мыло. Так вот, пожалуйста, досидите до конца. Мы с вами сейчас... Давайте так, я еще скажу сразу, чтобы не было у вас там обвинения в мой адрес, до 28 августа на мои курсы попасть нельзя, даже если вам пипец как хочется. Мы пока что учим кураторов вот тем самым проверкам сочинений, ну, сочинений второй части, так что я ничего продавать не буду. Вот, так что досидите до конца именно ради пользы. Вы не услышите там, у нас только пять мест и так далее. Продажи не будет. Нет. Нельзя сейчас попасть на курсы, к сожалению. Пока мы не научим кураторов, потом обудим окошки, сколько кураторов мы обучим, столько окошечек и откроется. Так что давайте сразу этот вопрос закроем. Так что досидите до конца, мы разберем... Я предлагаю, как сделать, если вы не против. У нас два варианта, да. Первый. Мы разберем и первую часть, и вторую. Ну, вторую, 23, 24, 25, чтобы посмотреть, как они поменялись в формулировках. Но первая часть особо не поменялась, ну, то есть практически ничего, поэтому мы можем первую часть не разбирать вообще. Я ее выкину, и сразу идем решать вторую часть и смотреть, что там изменилось. Что думаете? То есть в... Если мы будем разбирать только вторую часть, это сократит время нашего вебинара. Если будем разбирать первую, ну, чуть-чуть станет длиннее. Окей, тогда давайте знаете, как сделаем. Мы сначала, вот прям пока все горяченькие, как пирожочки из печи, смотрим вторую часть, мы ее разбираем, то есть вторую часть по тексту мы не делаем, мы делаем именно 23, 24 и 25 задания. Мы их сделаем, и потом, если у кого-то останется желание, мы можем вместе пройтись по первой части, чтобы посмотреть. Вот так. Я, в принципе, не против. Окей, поехали. Ну, возможно, кто-то хотел посмотреть еще раз. Итак, супер. Тогда мы идем во вторую часть. Сразу же, я надеюсь, сейчас презентация загрузится, да? Чего нужно о ней знать? Значит, во второй части ЕГЭ, если кто-то не в курсе, у нас задание по тексту, то есть дан текст, надо его атрибутировать, понять, о чем он, и решить задание по тексту. Потом идет задание номер 23, где нужно привести некоторые пункты о какой-то ситуации, то есть рассказать о причинах или о следствиях, или о каких-то событиях внутри какого-то периода. Задание номер 24 – это аргументы за и аргументы против. И, кстати говоря, очень много было надежд у людей, что аргументы за и аргументы против – это задание тоже будет трансформировано, потому что оно тоже очень спекулятивное. То есть на самом деле, на самом деле, в этом варианте задания, когда вам нужно привести аргументы за и аргументы против, тоже очень много неисторической правды. Это тупо натаскивание на формат. И задание номер 25 – это самое историческое сочинение, которое в этом году было разбито на две части. Сейчас мы с вами посмотрим задание номер 23, и я сразу обращу ваше внимание на то, к чему вы должны быть готовы в этом году. Я смотрю на чат, там постоянно какой-то кто-то пишет, возможно, там просто пишут пять человек, поэтому, возможно, эти люди уснули на клавиатуре. Я иногда буду посмотреть в чатик, вы не переживайте, что у меня глаза бегут. Вот такие вот, собственно, дела. Ну, чтобы не получилось так, что я тут палю, жду какой-то обратной связи каких-то ответов, а люди просто спят. Может, у них там слюна капает на клавиши, и кажется, что оно работает. Ну, поехали. Вот, первое, что нужно, то есть наша задача, да, понять, как трансформируется экзамен, как мы можем, к чему мы должны готовиться, да, чтобы этот экзамен написать. Так вот, друзья, экзамен будет усложняться, экзамен будет становиться еще жестче по одной простой причине. Угадайте, по какой? Ну, чисто вот на ваш взгляд, какие мысли? Почему ЕГЭ по истории и по другим предметам обязательно в ближайшие пять лет станет еще сложнее? Ну, неочевидная, точнее, очевидная причина, потому что люди стали писать его получше, а неочевидная причина, потому что мы с вами, вы, то есть, да, входим в эпоху демографического взрыва. В нулевые годы был baby boom, и сейчас начинается восходящая линия по числу детей, которые идут в школу, ну, точнее, идут, учатся в школе и подходят к выпускным классам. Поэтому, как вы понимаете, количество бюджетных мест не увеличивается, а число школьников увеличивается на десятки тысяч каждый год, потому что они все подросли. На них много нарожали, и теперь они начинают подрастать. Это значит, что ЕГЭ будет, а, более селективным, потому что слишком много людей, слишком много детей. Б, средние баллы вырастут. Уже сейчас в московские вузы, в этом году, вот сфокусируйте свою мысль, ребята с 92 баллами, например, в МГУА, или не проходили, или проходили с треском. Средний балл 92 по трем предметам. На секундочку, друзья. То есть, ваша, вообще, ваша задача, если вы метите в высокие баллы и на бюджет, да, на бюджет, на бюджет и хотите занять бюджетное место, 95 – это балл, который вот вы должны себе обеспечить. Средний балл. Во многом, во многом это происходит потому, что, как известно, святое место пусто не бывает, и сбоку, сбоку начинают заходить олимпиадники, которые отгрызают очень много бюджета. То есть, сейчас Карина, это второй преподаватель моих курсов, сегодня пошутила, мы с ней это обсуждали, про то, что надо будет делать олимпиадные эти курсы сделать с нового года или со следующего года. Она уже сказала, что, говорит, по-моему, ближайшие, типа, пять лет гораздо, в общем, поступить по ЕГЭ будет не то, что нереально, да, но близко к нереальным, если ты плохо готовился. Вот. То есть, уже на удачку не залетишь. Вот. Поэтому, что это значит для вас? Кроме того, что, естественно, вы должны сформулировать себе цель очень высоких баллов. ЕГЭ будет усложняться и в формулировках. Например, уже в 23-м задании этого демо-варианта вы можете обратить внимание на формулировку. Процесс политической раздробленности русских земель в 12-13 веках сопровождался упадком роли и значения земель среднего Приднестровья. Как часто до этого в вариантах ЕГЭ вы видели формулировку среднее Приднестровье? Ну, скажите мне честно. Никогда. То есть, до этого формулировки были довольно классические. Упадок киевской земли. Так? Сейчас, поскольку это Поднепровье, да, Днестр, я говорю. Ну, оговорился, простите. Сейчас формулировка изменилась зачем? Затем, чтобы вас смутить. Затем, чтобы, когда вы будете фокусироваться на изучении материала, и очень часто ребята в 11-м классе, к сожалению, не пытаются материал понять, а пытаются выучить его наизусть. Так вот, если ты тот школьник, который не пытаешься понять материал, а учишь тупо его наизусть, то представь, ты приходишь на ЕГЭ, ты учил весь год о том, что происходит упадок киевской земли, и видишь в варианте ЕГЭ среднее Поднепровье. И у тебя, естественно, начинается, ну, отвал башки и жепы, потому что ты не понимаешь, что произошло. Какая нафиг Поднепровье? Вы что, ребята, да? Соответственно, задание-то на самом деле осталось тем же. Среднее Поднепровье – это тот участок реки и Днепр, где находится как раз киевская земля. Но вот таких формулировок мы должны ожидать сильно больше. Вот на чем я хочу вас сфокусировать. То есть сейчас, так сказать, весточки этого были уже в прошлом году, когда появился термин «через полосица» в одном из вариантов ЕГЭ. И многие ребята, мягко скажем, припотели, когда его увидели, потому что не самое вообще популярное. Это не Баскак, например, это не Сибирь, не походы Ермака, это, блин, через полосицы. Поэтому тут при изучении предмета вам нужно обязательно фокусироваться на понимании. Просто потому что еще такой момент. Когда вы в своем родном домике, когда вы сидите в халатике или в тапочках, пьете чайок или ешьте сосиски и решаете тест, это одно. А когда ты пришел, тебе в попу тычут камерой, рядом сидит, сопит с тобой наблюдатель из комиссии, ты можешь реально забыть и маму родную. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при изучении. Тут это задание причины упадка среднего поднепровья простые. По сути, это почему Киев пришел в упадок в это время. Я думаю, вы это знаете. Давайте попробуем просто их накидать, это несложно. Итак, кто-то уже писал, потому что падает значение пути из варяг в греки. Это первая, да, ну, такая причина, потому что появляются новые торговые пути, в том числе, открытые крестоносцами на югах. Затем, бесконечные набеги кочевников на эти земли. Далее, междуусобицы русских князей разоряли эту территорию бесконечную, да, то есть, падение пути из варяг в греки, бесконечные усобицы, набеги кочевников, уже три причины мы назвали. И, наверное, экономика всей, экономика этой территории, которая позволяла другим княжествам быть независимыми от Киева, да, от центра этих земель. Поэтому, вот, первая весточка, которой нужно быть теперь внимательным, быть на чеку. Мы не только изучаем материал, но логически ищем связи территориальные и так далее, потому что, да, опять же, кто-то мне сейчас в чате пишет, но ведь там написано исторического ядра древнерусского государства, но если ты первый раз увидел слово среднее Поднепровье, то что бы там дальше тебе не написали, у тебя начинается паника. Какое Поднепровье, какое историческое еще ядро, что вы имеете в виду, может, вы там перечитали каких-то легенд, вот, и так далее. Так что, вот тут, во-первых, будьте внимательны, когда вы это делаете. Это первое. Это важно. Давайте, ключи включу. в 23-м и 24-м задании я еще хочу обратить ваше внимание, мы сейчас этому посвятим наше время, на формулировки. Почти всегда надо быть внимательным вот к этим формулировкам, которые были зафиксированы в сборниках заданий. Иногда они недостаточно конкретизированы для того, чтобы этот вариант засчитали. Поэтому не стесняйтесь расписывать их, в том числе, когда будете учиться онлайн на вебинарах, когда будете задания проходить, не просто три слова писать. Вот, например, Настя пишет, авторитет князя упал. И, опять же, я учу всех своих учеников, в общем, всегда говорю, и что? То есть, если авторитет князя упал, и что? Что это значит? Значит, нужно расписать подробнее, как оно повлияло. Вот. Тут это очень важный момент для вашего обучения. Как вы привыкнете писать, так вы и, к сожалению, напишите на экзамен. Так что тут нормально. Плюс, плюс, друзья, 23-е задание, оно еще человеческое по той причине, что здесь очень логично вам начисляют баллы. Одну, три причины назвал три балла, две причины назвал два балла, одну причину назвал один балл. Ну, не назвал, значит, ноль баллов. В следующих заданиях вы сейчас увидите, как составители ЕГЭ пытаются вас нагнуть через сложные формулы набора баллов. Тут все понятно, можем дальше. Чекните мне, пожалуйста. Окей. Окей. то есть, тут надо быть внимательным к формулировке задания и нужно быть внимательным в развернутости своего ответа. Он действительно должен отвечать на поставленный вопрос. Соответственно, если при прочтении вопроса и вашего аргумента вы слышите, ну, можете в голове себе задать вопрос, и что, значит, скорее всего, он недостаточно... Ну, Екатерина, нет, это, конечно, фигня, потому что во всех сборниках, вот смотри, обрати внимание, во всех написано могут быть указаны другие причины. То есть, более того, ты как ученик не экстрасенс, да, ты не можешь угадать, как написано у эксперта эта формулировка. То есть, тут, ну, дурость, как бы она всегда возможна, да, и возможно будет такое, что эксперт, он вот, ну, знаете, настолько плохо знает историю вообще и настолько плохо в ней разбирается, что он сам не знает, что надо писать, и вот у него есть там четыре пункта, которые ему написали в ключах, и он шаг лево, шаг вправо от этих пунктов, у него начинается типа тремор, вот, такой эксперт вам может тоже попасться, они не боги далеко, и многие из них не так хорошо знают историю, как вы думаете. Поэтому здесь нужно всегда помнить, что обязательно ценз и чё, то есть мы говорим и чё, и проверяем, что наш аргумент бьет в боль, ну, и не совершать ошибок, потому что, естественно, если вы рассуждаете с ошибкой, то вам пункт не зачтут. Если ваш пункт будет написан правильно и развернуто отвечать на вопрос, но его не будет у эксперта, то вы сможете доказать, вы сможете доказать, что, извините, друзья, но у меня всё правильно написано, если вы там не читали этих историков, идите в зап. Вот. Теперь, друзья, идём к 24-му, что нужно про него помнить и знать. Итак, используя исторические знания, приведите два аргумента за и два аргумента против, ну, для того, чтобы опровергнуть эту точку зрения, вот к этому высказыванию. Внутренняя политика Александра Третьего способствовала прогрессивному развитию социальной и экономической сферы общественной жизни. Давайте для начала. Да, для начала вспомним критерий. Во-первых, вы должны помнить, что здесь до сих пор сохраняется формула факт плюс объяснение. Так? Поэтому вот Дошечка пишет железнодорожное строительство, соответственно, если ты так напишешь, что при Александре Третьем строили железные дороги, то это будет неправильный ответ, потому что должно быть факт есть теперь, нужно объяснить. Это важно. Да? Все, Дошечка, ты была удобным примером, теперь не оправдывайся. Но нужно понимать еще формулу. Казалось бы, логичное задание два аргумента за и два аргумента против это четыре по идее балла. Так? Ну, за это можно получить четыре первичных балла. Вам нужно написать два аргумента за и два аргумента против. Вроде должно получиться четыре аргумента. Но магия в том, магия в том, что если вы напишете только аргументы за или только аргументы против, то вы не наберете два балла, друзья. Вы наберете только один балл в этом задании. То есть, чтобы набрать в этом задании два балла, вам обязательно нужно написать хотя бы один за и один против, это важный ключ к этому заданию, он в критериях прописан, то есть пишешь только одну сторону, не умеешь найти контраргумент, все, максимум один балл, максимум, поэтому обязательно, когда мы делаем эти задания, не забиваем на вторую часть, обязательно делаем за, против, потом за, против, если не нашел против или за, считай, ну, просрал 3 балла здесь, ну, если одну из сторон ты не заполнил, это, пожалуйста, тоже себе выпишите, так как очень многие ребята потом приходят к эксперту, не понимая этот критерий и говорят, вот у меня 2 балла должно стоять, потому что у меня здесь 2 аргумента за есть, даже не знаю, я 3 аргумента за написал, на что эксперт тебе скажет, нет, по критериям должен быть обязательно аргумент за и аргумент против, чтобы было 2 балла, иначе это будет 1 балл, это запомнили, теперь, факт плюс объяснение, задание-то осталось, в принципе, тем же самым, важно помнить, в первую очередь, то, что, его тоже могут перефразировать таким образом, чтобы оно звучало сложно, поэтому тут не надо будет терять бдительность, да, а второе, очень важное, что вот формула, факт плюс объяснение, вот дошечка исправляется, активное развитие железнодорожного строительства способствует экономической связи регионов, что помогало развивать менее развитие земли за счет строительства железной дороги, вот, супер, да, она высказала факт исторический, что при Александре 3 активно развиваются сети железных дорог, например, кстати, можешь написать сюда, чтобы было совсем красиво, и сказать, что же это за железная дорога развивалась при Александре 3, как она через всю Сибирь проходила, правильно, Транссибирская магистраль, вот, мы говорим, что ее строили, безусловно, окей, и объясняем, как она работает, вот, это важно. Потом, что еще? Александр 3 активно боролся с пережитками крепостного права, да, ликвидировал временно обязанное состояние крестьян, снижал выкупные платежи, как вы помните, крестьяне обязаны были платить, да, за свое освобождение. Таким образом, он внес существенный вклад в освобождение крестьян от экономического гнета. То же, мы приводим исторический факт и объясняем, как это работает. Окей, отмена подушной, ну, подушной подати, как смена устаревшей денежной системы. Ну, пожалуйста, это тоже хороший аргумент. Мы говорим, при Александре 3 модифицировалась устаревшая система налогообложения, была отменена подушная подать для того, чтобы государство более эффективно собирало деньги с налогоплательщика. Вот. Так что, давайте сейчас на секундочку мы остановимся, я сразу включу факты. Мы к аргументам против сейчас придем. Посмотрите, пожалуйста, на аргументы за и обратите внимание, что все эти аргументы все-таки не объясняют до конца, как это влияет на наш вопрос. Вопрос был таким. Внутренняя политика Александра 3 способствовала прогрессивному развитию социально-экономической сферы общественной жизни. Так вот, когда мы даем ответ, мы должны вот в это, это факт, то есть тут всегда приводят факты, но нужно еще дать плюс и объяснить, а что в этом прогрессивного. Вот. Обязательно обратите внимание, когда будете готовиться. Если ты не объясняешь это, в чем же прогрессивность, значит, получаешь ноль. То есть какой-то эксперт, конечно, может тебе поставить за это балл, ну, по разным причинам, поскольку это человеческий фактор, но если попадется дотошный и строгий эксперт, то он поставит ноль, потому что аргумент – это факт плюс объяснение. Обратите на это внимание. Во всех ключах, это, кстати, ключи фипишные, которые я взял прямо с демоверсии, во всех ключах, как правило, используются только факты, потому что раскрывать все целиком – это будет вот такие, собственно, огромные, как мои руки, у меня ручища большая. В общем, будут такие огромные книжки. Так что будьте внимательны. И самое главное послание я вижу в чате ребят, которые сейчас уже сидят и насикали в трусишке, потому что они еще, естественно, чего-то не изучали. Например, у нас на летнем курсе мы проходили 100 самых главных событий истории России, и очень многие ребята, ну, кто там был, да, они уже в курсе, что там это событие там было. Но если вы этого еще не читали, главное – не переживайте. Цель этого вебинара в том, чтобы разобрать именно критерии и объяснить, что с этим делать. Естественно, сейчас вы можете эти темы не знать, и это нормально, так что не переживай об этом. Если ты сейчас тупишь, не знаешь, главное – понять логику задания. Потом, когда будешь проходить эти темы в течение года, ты уже будешь нанизывать свои ответы, свою теорию на формулу задания. Это вот такая история. Поэтому будьте внимательны. Давайте попробуем еще аргументы против обсудить, да, что же в правлении Александра Третьего было непрогрессивным в, ну, в социальной и экономической политике. Опять же, опять же, я, кстати, быстро довольно говорю, надеюсь, что вы меня все-таки успеваете понимать. Обратите внимание на тот момент, что, ну, как бы, вопросы, вопросы очень дискуссионные и диспутивные. Здесь нужно иметь определенный уровень исторического пофигизма, потому что я прям предвижу сейчас своими фибрами души, что чат будет отвечать, что правление Александра Третьего было непрогрессивным, потому что был, например, циркулярок у Харкиных детях, который запрещал доступ к высшему образованию представителям вот этих низших сословий. И вот, да, вот в истории России к ЕГЭ так можно ответить. Действительно, это будет, в принципе, нормально. Но вообще-то, если мы сравним политику Александра Третьего и политику других европейских монархов, где выгоняли, не знаю, в Англии местным рабочим запрещалось играть в регби и заниматься боксом, потому что это вообще-то занятие аристократов. Не то, что учиться в Бузе, друзья, а, блин, заниматься боксом. То есть ты пошел, ну, занимаешься боксом, аристократы, владельцы фирмы трясут профсоюзы и требуют тебя уволить. Поэтому с точки зрения общей мировой практики, ну, нормальная политика в мире как бы была и похуже в этот момент. Но к нам в ЕГЭ это прокатит. Что это нужно знать? Это нужно знать тем ребятам, кто прям любит историю, кто хочет не разобраться как в науке, что ЕГЭ, к сожалению, в 90% это не наука. И вы должны будете ужать свою любовь к истории и немножко разделить ее с ЕГЭ. Потому что вот в ЕГЭ это будет работать, да, а другое не будет. Вот это, пожалуйста, учтите, если вы будете в этом году сдавать и правда любите историю. Потому что у многих, ну, ученики-то у нас у многих, поэтому у многих ребят есть такой вопрос, типа, блин, чё, ну, это ж фигня. Надо, правда, к этому привыкнуть. Вот, есть такой момент. Плюс здесь навык формирования фактов как плюс и минус, он, естественно, спекулятивный. То есть ты натягиваешь как бы, ну, в общем, глаз на жопу в данный момент, потому что иногда некоторые факты ты просто спекулятивно объясняешь, почему это было хорошо или плохо. Что нужно еще в этом задании точно знать? Я хочу сказать, что в этом задании большинство ребят обычно валятся даже не на том, что не знают, что нужно писать, а на том, что они невнимательно смотрят на вопрос. Потому что, потому что, смотрите, по регрессивному развитию социальной и экономической сфер общественной жизни. Это значит, что если в вашем ответе вы будете развивать меры Александра Третьего, направленные, например, на политическую сферу, то вы, естественно, баллы не получите. Но эта рекомендация, она работает уже несколько лет. Будьте просто внимательны при ответах. То есть вас могут смутить вот здесь, вот в этой части, потому что могут задать с подковыркой вопрос, да, и могут, вот здесь вот, вы можете быть дезориентированы, если не привыкли разбирать все темы на сферы. Социальная, экономическая, духовная и так далее. И, да, естественно, здесь речь о прогрессивности. То есть когда мы пишем свой аргумент, мы должны показать, что в этом прогрессивное и что в этом, ну, прогрессивное значит какое? Прогрессивное – это значит, что направленное на развитие, направленное на усовершенствование. Вот, соответственно, наши ответы должны к этим словам быть очень щепетильны, да, то есть и не только прогрессивное, но и социальное, и экономическое. Давайте подумаем аргументы против. Что же непрогрессивного он сделал? Насколько, ну, опять же, да, циркуляр о кухаркиных детях. Почему непрогрессивный? Алеша Попов. Политика Александра Третьего направлена на подавление революционного движения, заглушила революционеров после смерти царя, возбудила взрыв мятежей, восстание привела к революции. А в чем здесь, смотри, Алеш, тут такой тоже вопрос очень важный. Как ты тогда объясняешь прогрессивность? То есть ты говоришь, Александр Третий давил революционеров, но ведь суверенитет государственной власти и борьба не с оппозицией, а борьба с тем, кто подрывает основы социального строя, это, мягко скажем, не то что прогрессивность, это обязанность государства. Вот. Поэтому здесь есть социальный элемент, потому что социальные волнения. Но обрати внимание, что любое нормальное государство будет бороться с революционерами и с теми, кто взрывает царя. Вот. Тут это тоже нужно быть именно аккуратным в формулировке. Возможно, из этого можно вывести в социальную сферу, но не факт. Рамзес пишет про дворянский земельный банк. Это ответ по ключам, по сути. Мне он не очень нравится до конца, потому что что здесь непрогрессивного в дворянском земельном банке? То есть отсутствие прогрессивности не в том, что дворяне проедали деньги. То есть всегда как бы кто-то найдется человек, который будет проедать бюджет, на мой взгляд. Прогрессивность отсутствует в том, что деньги и экономические меры не были направлены на формирование новых производств, например. Не были направлены на формирование новых типов экономических отношений. Эти деньги были направлены на просто экономическую поддержку разлагающегося слоя дворян, которые не могли, естественно, ими воспользоваться. Поэтому вот в этом как раз и нет прогрессивности. То есть вместо того, чтобы развивать новые области, он поддерживал разлагающийся социальный слой. И в этом действительно прогрессивности нет. Если вы читали, например, «Вишневый сад», то вы должны примерно себе представлять вот это состояние, когда на арену во второй половине 19 века выходит купечество, да, а не дворяне. То есть ключи, на мой взгляд, кривые. Если бы вы так написали на ЕГЭ, то... Рамзес пишет про неэффективное расходование бюджетных средств. А нас спрашивают про прогрессивность. Это разные вещи. Вот в чем суть. Нам нужно пить именно в это слово. То есть нас спросили, а что непрогрессивного в этом? Надо объяснить, что именно непрогрессивно. То есть создать вот эту штуку. Есть прогрессивно, а вот есть непрогрессивно. То, что он сделал, непрогрессивно. Как, например, аргумент про кухаркиных детей. Был выпущен... Слушай, я тебе скажу так. Если ты обгрызаешь попки муравьев, то это тоже не прогресс. Но если ты напишешь про попки муравьев в задании ЕГЭ, ты тоже не получишь за это... Да, они такие кисленькие. То ты тоже не получишь за это балл. Поэтому, когда ты формулируешь свой ответ, тебе нужно очень четко подводиться к самому заданию. Чтобы иди ровно вдоль него. Потому что как только у нас возникает... Представь, что я эксперт. Как только у нас с тобой возникает дискуссия, когда ты говоришь, а что это не прогресс? Или это что прогрессивно? Эксперт делает лицо дурака. И говорит, я не вижу, чтобы этот ответ был в ключах. Ну, в смысле, чтобы он был связан с ответом, который мы от вас ждем. Поэтому ты не получаешь балл. Это нужно учесть обязательно. Дошечка. Грамотности на Руси, ну, может, в Российской империи. Что я указываю на уровне медицины, на повышение ценностей силы. Так. Более слышно. Да, ну вот Дошечка как раз это делает. Она показывает, как... Почему это не прогрессивно? Потому что огромное количество необразованных людей в государстве... Это плохо для экономики, плохо для социальной сферы, плохо для развития целого ряда отраслей в стране. Вот. Такой, вот, собственно, момент. Это хорошо. Есть понятное объяснение. Ну, вот, в таком виде, Рамзес, действительно, уже понятное следствие. В чем же здесь проблема в прогрессивности? Любое оппозиционное издание, барьер. Ну, барьер между властью и гражданами вообще был, потому что у нас абсолютная монархия. Поэтому тут уже, Александр, будь аккуратно, за это тебе можно задать вопрос. А раньше что, не было барьера? Нет, 25-е задание сейчас будет. Поэтому тут я бы был аккуратен, так как в абсолютной монархии там и так есть барьер, и любое слово и желание монарха вообще-то это закон. И здесь к этому апеллировать странно. Вопрос того, что цензура – это духовная сфера, он в целом актуален, но нужно понимать, что сфера-то взаимосвязана, и можно где-то найти лазейку для социального проявления. Можно тогда, как развернуть, что усиление цензурных мер в правлении Александра Третьего в итоге приводило к массовым недовольствам многих слоев населения, в том числе рабочих, в том числе крестьян. Что приводило к крестьянским восстаниям, рабочим стачкам, и в перспективе не только было непрогрессивно, но и подтачивало вообще социальное основание существования государства. Что, кстати, и произойдет, ведь у нас случится революция рабочих и крестьянских. Вот в таком ключе, вот это объяснение, когда ты показываешь, как меры влияют на общество и на взаимодействие людей, это нормально. Вот тут обязательно нужно это показывать. Давайте аргументы против покажу. Вы посмотрите, и еще раз акцентирую внимание, что вот здесь, да, обратите внимание, вот тут он раскрыт неплохо, вот этот пункт. Вот первый пункт неправильный, на мой взгляд, ну, в смысле, с точки зрения именно объяснения. Резко снизило долю не дворян в составе, сузив таким образом социальную базу земств. И, да, что нужно делать в данном случае, если бы вы были моими учениками, я бы что вам сказал? И чё? Ну, сузило оно базу земств. И чё? Да, как оно прогрессивно или непрогрессивно влияет на развитие государства? Непонятно. То есть надо да сказать. А вот второй аргумент здесь написан уже хорошо, потому что циркуляр резко сузил возможность для получения, ну, бедным людям образования, что мешало развитию экономики, потому что, ну, они должны были идти на завод, читать инструкции, а если они не могут их читать, то проблем. Вот. Так что, вот видите, как бы даже в одних ключах какой-то аргумент прям расписан, а какой-то аргумент прям не расписан. Вот. Такой вот, собственно, момент. Я, смотрите, запись я бы сделал, но я не обещаю, что она сохранится, потому что вот крик-митинг, он иногда вредничает. Поэтому я попробую её сделать. Если она запустится и сохранится, я её пришлю. То есть я не буду тут злодеем. Если будет глюк, ничего не сохранится, я пришлю вам презентацию, вы просто её тогда себе сохраните, ну, и запомните, что я тут говорил. Так, ну вот, собственно, с 23-м заданием понятно, с 24-м заданием, я думаю, сейчас стало чуть понятней, но, естественно, вы сформулировали себе подход к ним, но он ещё не значит, что вы научились их решать. Дальше уже будет решать ваша практика еженедельная и проверки кураторов, которые будут вам направлять на это. Ежедневная, еженедельная, ну, в зависимости уже от того, как вы будете к этому подходить. И вишенка на торте всей этой истории – это 25-е задание. Итак, я с него начал, рассказ о нём, да, к нему мы и пришли. Кстати, мы уже 40 минут обсуждаем, только два задания, представьте, представьте. А ещё 25-е, да, что нужно для начала понять, что 25-е задание, видимо, и дальше будет идти по модели, в которой эксперты ЕГЭ начнут отсеивать ребят, не добавляя им по первым четырём критериям баллов. Давайте я вам сразу, мы увидим задание, и пойдём к критерии, я просто покажу, покажу, что важно учесть, потому что у вас может быть пока панечка. Вот так выглядит первый вариант задания, да, написать сочинение об историческом процессе. Теперь нам не даны рамки, теперь нам даны конкретные события или процессы, внутри которых мы уже должны указать события, которые там были, личности, которые там были и так далее. Вы сейчас о чём? Вы вообще тут? А то какое-то уже обсуждение постороннее пошло. Так вот, да, что важно запомнить, друзья? Рамзез, нигде, вот весь кодификатор и все события истории России и все процессы, это по сути вот твоё поле экспериментов. То есть вопрос тебе мог, нет, как, я вам скажу так, ведь не было официального списка с датами для сочинений. Понимаете? Не было его. То есть его разные школы делали по правителям, по войнам, но единого списка не было вообще. Поэтому вы будете получать то, что вы изучали. Вот древнерусское государство боролось с кочевниками? Борол, боролось. Богдан, ну просто чат быстро идёт, ты повтори, если что-то я не могу с первого раза иногда увидеть. Напиши, я стараюсь. Не-не-не, давайте сейчас разберём, не спешите. То есть первый вариант, который рассматривается к ЕГЭ, это вот этот. То есть нам даются события, и мы должны уже по ним назвать личности и дальше пойти там значимые события, причины и следствия. Не-не-не, вот, сейчас я, собственно, к этому и подхожу. Есть второй вариант, друзья, да? Есть второй вариант сочинения, оно по личностям. То есть нам даны личности, да? И мы идём от личности и уже тут должны рассказать события, в которых эти личности принимали участие, да? Процессы. Ещё личность вспомнить, которая там рядышком была и свечку держала, может быть. Указать причину следственной связи в этих событиях, которые, где участвовала личность, и там факты привести. Так вот, первая магия, которая есть в этих заданиях, в этой вилочке, да, в том, что останется только одно. Но какое, не знает никто. И ближайшие два, может быть, три месяца не будет об этом информации. Как только они договорятся, тогда уже мы получим финальный. Но обратите внимание, обратите внимание, что на самом деле в конечном счёте, в конечном счёте, знаете, есть такое видео матерное, можно ВКонтакте увидеть, где шо то, что это у меня. То есть на самом деле для, да, шо то, шо это. То есть это шило на мыло. Что тебе в событиях нужно вспоминать личности, да? Что тебе у личностей нужно вспоминать события? В принципе, в принципе. Ну вот реально, шо то, шо это. Вот реально. Вот тут дальше будет только, знаете, что? Фокус, когда вы будете изучать историю, вам нужно будет внимательней быть и внимательно фиксировать уже личности во время написания. А теперь, а теперь хочу показать вам магию. Если вы такой же старый, как я, то была такая уличная магия Дэвида Блейна. С таким смешным чуваком, который делал уличные разные магии. Вот, потрясающе. Так вот, сейчас покажу вам уличную магию эксперта ЕГЭ, экзаменационную магию, по которой существенный процент выпускников, вообще я вам так скажу, 4 из 4 баллов, например, в 24-м задании набирают меньше 20%. То есть только каждый пятый набирает максимум в 24-м задании. Сейчас вы увидите магию, благодаря которой, я думаю, что примерно такой же процент или меньше будет набирать больше 7 баллов в 25-м задании. И вот в чем жопа. Жопа – это вроде неплохо, но не только не в отношении, собственно, подготовки к ЕГЭ. Смотрим. Это касается что первого варианта, что второго. В презентации я вынес оба, но можно разобрать на одном принцип один и тот же. Смотрим. Смотрите так. Первое, что нужно знать. Ну, презентация так долго грузится. Всего 7 критериев. Вы это видите, да? Скажите мне «да», что вы это видите, чтобы мы могли дальше двигаться. Окей. Всего 7 критериев. Для нас, для начала, ключевыми критериями являются первые четыре. Они важны. Первый критерий – это правильно указать явление и событие. Давайте я приближу. Вы это. Если вам что-то не видно, вы можете всегда попросить. Так это работает. Вы в жизни что-то не получили, можно попросить, и вам это дали. Так это работает. Так что, если тебе мелко, попроси, я приближу. Так вот. Первый критерий. Указаны правильно события, явления, процесс. Тут очень просто. Если вы их указали неправильно, то сразу получаете просто ноль за все задание и едете в ПТУ или идете в армию. Вот. Это первый момент, который нужно запомнить. Ну, допустим, что вы уже за год до подготовки наверняка сможете правильно найти процессы, явления или события, которые будут в предложенных вам вариантах. Так? Друзья, да какая вам разница, в чем разница явления или процесса? Все, что вы будете разбирать внутри этого периода и правильно отвечать, все будет вам в копилку. Явление – это процесс, это что-то, например, складывается. В рамках этого периода может складываться крепостное право. Тогда это будет процесс складывания крепостного права. Да? А может быть, какое-то явление, например, характера, если мы берем… То есть оно уже сложилось к этому моменту и просто есть. Например, не знаю, та же самая по-люди, то же самое по-люди. Да? Это не процесс. Если мы говорим о ранних князьях, когда к их правлению по-люди уже сложилось, то говорить о процессе как бы уже бессмысленно. Это уже готовый, готовый как бы социокультурный акт. Да? То есть это явление. Было по-люди? Окей. Ну, по-люди, почему оно не… Если тебе берется какое-то правление князей, ты можешь взять по-люди, да. Давайте пойдем сначала магию, друзья. Сначала магию. Понятно, что если вы неправильно отвечаете по К1, вам вообще все нулят, то есть это вообще, ну, по нулям и идете домой. Но давайте посмотрим на сами критерии. К1 – правильно указать явление или процессы, и за это можно получить 2 балла. Клево. Супер. Дальше. К2 – исторические личности и роли в указанных событиях. И более того, да, охарактеризована роль с указанием конкретных действий, в значительной степени повлиявших на ход и события. Это жопа. Вот об этом говорили люди, когда критиковали экзамен, потому что под конкретным действием понимается не «он возглавил поход», а вы должны четко написать… Так, я тут, вы меня видите? Все нормально, нет? Или что-то не так? Блин. Давайте я выйду и перезайду, хорошо? Или нет, или все норм? Все, хорошо. Тут просто бах и все. Супер, супер. Тогда смотрите. То есть, что важно, да, в данном случае? Прям супер важно. Важно то, что нужно писать конкретные действия, которые совершила эта личность. У остальных есть все? Нормально? Окей. Ну, я написал, просто если у людей нет звука, я им скажу, что надо сделать, они меня не услышат. Так вот, это важно. То есть, он не просто возглавил поход, а, не знаю, договорился о фураже, съездил на встречу с каким-нибудь послом, не знаю, расставил генералов по точкам, и надо указать, где эти точки. Это жопа, потому что во многих событиях степень конкретизации личности, она утрачена, особенно в ранних периодах, да. Извините меня, но очень сложно даже в летописях понять, что они там делали, если он чаще всего жил, заболел, умер, да, или мы знаем, что он возглавил поход. Это первое. Итак, и вот тут, вот в этом, пожалуйста, просто запомните, два балла, видим? Вот, да, видим. Окей. Это вот здесь ключевое, это очень важно. Что еще у нас тут есть? Ну, у нас тут К1, К2, и есть еще К3 и К4. Вы их тоже видите, да? Есть причина следственной связи, то есть, по сути, мы написали причины этого события, о которых идет речь, и написали, к чему оно привело. Тоже. Все ясно. Пожалуйста, отвечайте, а то я думаю, что я опять один только себе говорю. Напишите писька воробья, и тогда будет все хорошо. А, ну хорошо, все. А то вы так замерли. За причина следственной... Все. Отлично. Это мой народ, да, писька воробья пишут. Молодцы. Так вот, за причина следственной связи, то есть, вы написали правильно, да, две причины следственной связи, причины и следствие. Вы получите еще два балла. Итого, итого, собирая, друзья, назвали события оба правильно, получили два балла. Назвали конкретную роль личности, которая повлияла на это событие прям, ну, то есть, написали, что он конкретно прям сделал, куда сходил, как чихнул, на кого посмотрел, чтобы повлиять на это событие. Получили еще два балла. Правильно указали, правильно, дело-то не в том, что нового, а правильно, там сейчас будет жопа-то в другом. Правильно указали причинно-следственные связи. Здорово. И написали значение периода. Так. Вот у нас, вот у нас первые четыре критерия, которые в сумме, в сумме дают вам 2, плюс 2, плюс 2 и плюс 1. 7 баллов. Жопа кроется в том, что если мы посмотрим на следующую линейку критериев, К5, К6 и К7, то мы увидим, что если по первым четырем вы набрали меньше 6 из 7 баллов, то следующее задание вы просто не получите баллы. Друзья, вы можете сделать только одну ошибку в первых четырех критериях, чтобы получить следующие критерии. И извините меня, в задании, друзья, в задании, которое оценивается максимально на 12 баллов, получить 6 и все, или 5, да? Ну, 6, если вы получили 6, то вы дальше можете набрать. Если вы набираете 5 баллов вначале, а это немало, это 5 из 7, это значит, что вы, ну, вообще-то много что знаете, да? То если вы набрали 5 баллов, то больше вы 7 не получите. Это значит, что на ЕГЭ у вас будет, ну, 12 баллов, 12 баллов, это около 20-24, 23, может быть, баллов, да? То есть дальше, вот, ваш предел становится резко 80. Все, да? И если вы не прошли первые вот эти критерии, бюджета у вас не будет. Его не будет, друзья, просто, вот, вот, ну, не потому что, а потому что. Не потому что, а потому что, да? То есть даже с учетом того, что вы можете действительно знать терминологию, можете не делать ошибок, да? И написать это все как сочинение и привет просто. Поэтому давайте мы сейчас немножечко раз сфокусируемся на К5, К6 и К7 и посмотрим на еще раз первые вот эти критерии. то есть К1 явление, событие, процессы надо указать правильно, исторические личности указать правильно, причинно-следственные связи указать правильно и, ну, написать значение. Что это значит для вас? Ну, естественно, нужно некоторое прогнозирование, да, для всех участников, чтобы вам писать ЕГЭ. Это значит, что у вас сильно сократилось право на ошибку. У вас это значит, что вы должны, ну, чтобы обеспечить себе больше, чем 5 баллов, пипец, да, ну, согласитесь. И в этом году, друзья, в этом году, почему, опять же, вот смотрите, в чем жопота? Я, как это, знаете, шепот там, все приходит, соп и там, оп, вот, а еще есть один видос про, у него жопота больше, это про хоккеистов, когда там играл, в общем, второгодник с первогодником в НХЛ, и второгодник его обыграл, и, собственно, один комментатор говорит, ну, логично, у него жопота больше, и первый такой, что, жопа? он говорит, у него жопота больше, а звучит, как у него жопота больше, так вот, жопа у нас тут довольно большая, и жопа заключается в том, что здесь, друзья, есть репрессивный критерий, о котором я говорил в самом начале, К2, потому что по К2 вас могут резать, как свинюшек на бойне, указывая вам, что вы привели недостаточную конкретизацию роли личности в событии, потому что именно на нем, ведь людей в этом году и валили, и я вам говорил в самом начале, что одинаковые абсолютно сочинения, да, одинаковые сочинения, и одному не засчитывают роль личности, а другому засчитывают, и тот, кто получил роль личности, автоматом получил право получить еще 7 баллов, а тот, кто не получил эти 2 балла на роли личности, он получил максимум 5, максимум. Вот в чем жопа новой демоверсии, внутренняя такая. Действительно поменяют ли ее? Мы не знаем. То есть с учетом демографической ситуации возможно и вообще нет. То есть возможно это прям проводимая сознательная политика, направленная на то, чтобы вас как бы отсеять, да, но что в этом есть все-таки, что в этом есть разумного? До сих пор критерий хотя бы очевиден. Теперь стало жестче. 6 из 7 это сложно набрать. И теперь в этом году стали очень сильно зарезать. То есть если раньше в этих критериях, да, блин, мама, извините, просто тут правда жопа. Тут судьба решается поступление на бюджет вот на этом вебе отчасти. Поэтому действительно это все очень серьезно. В общем, если раньше выпис, ну, в зависимости от того, насколько вы примете эту инфу, она будет решаться. Если раньше к этому критерию подходили не столь строго и степень конкретизации личности, степень конкретизации роли личности, ну, к ней подходили прямо скажем мягко, то в этом году, в этом году мы прям видим, как у ребят есть очень четкое расслоение либо 5, либо 12. Вот 5, 12, 5, 12. И, как вы понимаете, ребята, которые получили 5, у них непонимание, потому что они учатся все, например, на одном онлайн курсе и одинаковые могут иметь работы или роль личности схожий, схожи, да, вот, схожи у друг друга, но почему-то кто-то не получил 7 баллов. Вот вы должны заранее, прямо сейчас запомнить, что вам объявлена война. Я не верю, кстати, что есть какой-то регион, например, типа Дальний Восток, и там проверяют жестче, чем в Москве, а в Москве проще, чем в Иваново, да, ну, не верю я, правда. Я все-таки думаю, что сложный вариант может залететь куда угодно. Но что я точно вижу, что вам нужно быть максимально внимательным при работе с сочинением. И вот поскольку здесь уже речь идет вообще не о сочинении, а о том, чтобы четко выбить свои баллы в этих критериях, то, пожалуйста, при подготовке к экзамену, вот отдельным пунктом, я прям вас призываю, когда вы начинаете готовиться к ЕГЭ по истории, вынесите себе в рабочую кетрадку, может быть, я вам даже ее составлю, пришлю, типа, под каждую тему, но мне надо ее нормально собрать. Личности, но не просто человека, а роль этой личности в разных событиях. То есть, уделите этому, как такой факультатив у вас внутренний бой при подготовке к ЕГЭ, чтобы вы могли не просто назвать его, очень легко запомнить, что какой-то дядька был в каком-то событии. Сложнее вспомнить, что конкретно делал этот дядька, что конкретно делал этот дядька в этом событии. Вот это очень важно. Еще раз, да, что нужно учесть? Я бы... Понятно, что на курсы, которые вы выберете, и куда вы пойдете учиться, может быть, ко мне, может быть, вы в другую школу выберете, может, вообще сами будете готовиться. Это не важно. Важно то, что вы, конечно, надеетесь на всех, но у вас должна быть собственная подушка безопасности, потому что память-то ваша. Вот, друзья, память ваша. Даже если вы возьмете чужую чью-то шпору, но не напишите ее сами, это будет пустота, вы не запомните ничего. То есть шпоры хороши, они прекрасны, если вы их сами написали, если там ваш почерк, если вы или сами напечатали. Потому что вы сами систематизировали эти данные. Поэтому не надо делать чужое, делайте свое. У вас у каждого неповторимая история, вы каждая классная личность, которая может этот экзамен затащить. Более того, я вас уверяю, что те, кто эту инфу сейчас знают, уже в выигрыше по сравнению с... Ну, согласитесь, вот нас здесь 250 человек прямо сейчас. Очень многие пропустят эту инфу мимо ушей. Очень многие не будут к этому так внимательны. Многим, к сожалению, ну, учитывая статистику, что каждый второй школьник готовится с репетитором, но при этом средний балл по России, там, 56, да, очень многих у него будет плохой репетитор, который не будет ему на это акцентировать внимание. Поэтому у вас есть уже некоторое преимущество над другими ребятами. Но чтобы сделать ваше преимущество тотальным, вы должны максимально сконцентрироваться на вот этих критериях, если речь идет про сочинение в истории. То есть, как вы понимаете, неважно, какой в итоге будет формат. Будет это личности и к ним события, будут это события и к ним личности. Одна фигня. Вам нужно знать личности, вам нужно знать события. Поэтому просто как привычку заведите себе тетрадочку, где у вас будут человеки и возможные события, в которых они участвуют. Чтобы себе помочь, я бы прям не стеснялся, я постоянно об этом говорю, используйте Википедию. Ни в одном учебнике столько ролей личности не будет. И так конкретно они не будут даны. В Википедии очень часто, что в личности, что в событии, можно найти интересные, конкретные факты, что эта личность сделала. То есть, она на самом деле ваша помощница. На курсе мы, конечно же, будем делать такие памятки. У нас будет отдельный специальный чек-лист под эту, этот стопудовый. Мы будем, учитывая текущую вообще ситуацию, естественно, это будем внимание обращать. Куда без этого? Мы же хотим, чтобы вы, друзья, сдали на самый высокий балл. Сейчас вы чуть-чуть выдохните, а то я понимаю, что на волне стресса и на волне того, что я уже час вам вещаю, эту информацию у многих разумно отключилась, и в чат полилась какая-то дичь. Вот давайте вы чуть-чуть так немножечко выдохнули, энергию убрали, энергию слили и настроились на работу. В принципе, мы работу уже закончили. Я чат включу обратно. У меня, как у ведущего вебинара, тоже есть репрессивные меры по отношению к участникам. В общем, друзья, выдыхайте. Презентацию я вам скину. На Панасенкова ссылаться, естественно, нельзя. Он вообще поехал, что дядька в целом. Бординг Пазин практически продойдет. Пазин, смотрите, Пазин прикольный. Пазин прикольный, поэтому используйте его. Что касается Панасенкова, учитывая мой вес, я думаю, что с пары двоечек он больше никого не сможет уже уничтожить, поэтому я не особо переживаю, друзья, поверьте мне. В сфере образования очень мало людей, которые весят больше, чем я, и при этом кандидаты по греко-ринической борьбе. Так что я не переживаю. Всегда, когда не работают интеллектуальные аргументы, поверьте мне, работает бита или двоечка. Это в России, в общем, очень хорошо заметно. Что нужно знать для подготовки, какие учебники читать. Обратите внимание, что... Хотя... Хотя... Давайте-ка я вам пульну в рассылочку гайд. Да? Вот. У нас есть гайд с обзором всех учебников. И вам в рассылочку я его запульну. И вы его почитайте, и там весь обзор на каждый учебник есть. Вот. Мне не жалко для хороших людей. Ну, и почему бы нет. Вот. Значит, гайд я вам скину, презентацию скину. Видео, если сохранится, естественно, я загружу, тоже скину. Но мы с вами час уже 10 сидим. Я думаю, что первую часть мы разбирать уже не будем. Я ее пришлю. Она разобрана в презентации. Вы посмотрите. Про чек-лист по личностям, друзья, мне его надо составить сначала, поэтому я его не обещаю. Скоро надо подумать вообще, как это можно сделать правильно. Я подумаю и сделаю. Ух. Собственно, вот такой получился наш вебинар. Спасибо вам за то, что, во-первых, вы пришли, во-вторых, вы меня слушали, в-третьих, вы так внимательно относитесь к своей подготовке. Что могу еще сказать? Про свои курсы я сказал, в чате видел вопрос. До 28 числа попасть нельзя. Если кто-то прям очень хочет узнать подробнее, напишите, конечно, в личку сообщества. Мы расскажем. Но вообще-то первая волна записи. У нас просто очень много. У нас был небольшой год по ученикам. Да, и у нас 14 стобальников. И каждый третий ребенок набрал 90+. То есть у нас огромная толпа ребят с очень крутыми результатами. Поэтому у нас как-то получилось, что вот все друзья этих знакомых очень быстро пришли к нам на курсы. И кураторы прошлого года закончились. И нам нужно найти новых кураторов, которые будут также хорошо проверять и помогать детям сдавать, как старые. Вот мы сейчас их учим. Поэтому все старенькие ребята, они уже разобраны. Вот, надо набрать новеньких. Вот, собственно, такой момент. Поэтому вы, если хотите, вас интересует, напишите, но я вам ничего не гарантирую. До 28 числа так точно, потому что их пока нет. Мы их учим. Вот каждый день у них несколько часов обучения. Вот знаете как, девять женщин не могут родить ребенка за месяц. Так я тоже не рожу вам сейчас много крутых кураторов. Так как много людей на курсе, 700 человек, сейчас около 700 человек у нас. Ну, 650, что-то типа того. Будет ли зарубежная история на ЕГЭ? Будет. Еще как она будет. В первом и в 11 задании встречаются вопросы по зарубежной истории. Нет, не чисто по истории всего 700. Но у нас в прошлом году было 550 на двух предметах, сейчас уже 700 с чем-то. Ну, или там под 700, короче. В первой части нет изменений на данный момент. Есть общество знания, история, русский и общество знания. Да, мы растем потихоньку. Ну, в прошлый год мы первый раз вышли из оффлайна в онлайн, и у нас взрыв был по результатам, ну, потому что мы пять лет до этого оффлайн работали, учились клево преподавать. Ну, вот, соответственно, в этом году мы просто следующий шажок делаем. Про вторую часть, что нужно знать, что... Про зарубежку, что нужно знать, что на самом деле ее не так много, и это всего два задания, поэтому там есть четкие, понятные форматы и шаблоны, как к ней готовиться. Вот, поэтому не переживайте, это не так сложно, и вы за год... То есть, смотрите, про зарубежку очень легко. Мы берем темы по истории России, берем темы зарубежки и их дисперсно просто нарезаем и засовываем немножко в тему по истории России. Получается, что у вас по истории России в учебнике параллельно еще, допустим, есть пять дат по истории всемирной, и все. И если вы вот так учите порционно, да, то вы за год всемирку изучаете, ну, если, допустим, с нами учитесь на курсе, три раза подряд. То есть, у нас курс проходится три раза. С сентября по, ну, конец декабря первый раз мы проходим всю историю, всю, там, не часть, а именно вся история с упором на первую часть, чтобы вы узнали все процессы и в них разобрались. С января по апрель, конец апреля мы проходим всю историю второй раз, когда вы уже хорошо разбираетесь, вы понимаете логику событий, можно углубиться и делать вторую часть прямо от души. И третий раз это марафон в конце один месяц в мае он проходит. За эти три повторения вы повторяете все темы и всемирку учите так же три раза, как и всю историю, включая спецкурсы по культуре, по картам и спецкурсы по второй части, которые включены в курс. Вот так. Так что, ну, короче, я думаю, что при должном, правильном планировании своего, своей подготовки это не проблема. Неважно, с кем вы готовитесь. Главное, спланировать все хорошо. Общество веду тоже я и у нас общество и историю веду я и Карина. Мы отличаемся по стилю, но по стилю, в смысле, я добрый коп, а она злой. Вот. Она такая, ну, не то чтобы прям совсем, ну, как можете нарисовать Гитлера, убрать усы, это будет Карина. Не внешне, а именно по содержанию. Вот. И там, и там мы собственно оба ведем и историю, и общаем. Вот такие вот дела. Ну что, я ухожу, закрываю запись вот эту, надеюсь, она сохранится, я постараюсь ее быстренько протолкнуть на ютубчик и вам да, это самая важная часть всех вебинаров. Улыбается. это моська была. у нас собственно на каждом вебинаре, по-моему, всю весну была Мося. Вот. Кот иногда приходит, не всегда, поэтому тут уж я, извините, за кота не отвечаю. Кот он сам по себе, а не коты такие. Первую часть уже не будем разбирать, потому что мы с вами, во-первых, в ней нет изменений, во-вторых, мы уже сидим час пятнадцать, то есть уже прилично. Мося. Ответы там есть, кстати, которые я скину презентацию, там они, я для вас все подготовил. Ой, Мося пахнет ржаным хлебушком. Свежеиспеченным, да, Мося? Испеченным свеже. Она иногда пахнет чак-чаком, а иногда хлебушком. Вот, да, сегодня она как хлебушка. Так, ну что, все, значит, отключаю презентацию. Если видео сохранилось и ты смотришь ее в записи, ты тоже молодец. Я хвалю тебя очень сильно.